Освод – прямое решение об забороне выхода на лед, а воротовальные службы уже рыхтуются до работы во умовах по водке. Одночасово у Гомельской области активизовалась профилактичная работа с насильством по навучанию по водинам в экстремальных ситуациях. Как сделать безопасным, максимум самый пригожий час года. Сюжет Олега Синтерова. На пыльно самая пильная вага вартовальников сегодня притягнута до водоему. По коль головная небезпека тут тонкий лед, на яким тым не менш. Еще хапая рыбаков, просто неколький ден от стану этих водоемов. Будет задержать поводковая ситуация, на кольки высоким окажется взрывень воды. Кожну весну гэтое пытание хвалю я практически усіх. По якой причине люди рызакують життем, деля некаких килограммов рыбы, ведують только и не сами. При этом многие из рыбаков грыбують навод элементарными мерами безпеки. На кстат выкористание вартовальних камизелек. У Рогачевском районе выход на лед, мясовый освод забороню ященье, как иден тому, але виконують гэтое потребование не усе. На пятницу у районе заплановали суместный рейд супрацовников освода, милиции и вартовальников. Чекается, что профилактичный эффект от такого супрацовництва буде больше значным. Выходят сотрудники нашего освода на лед, на местах, где более опасные места. Мы знаем, выезжаем туда, проводим рейды. Но в связи с тем, что порой нашей службы не хватает, у нас запланированы рейды совместно с РОЧС и с МВД. У гэтое дни профилактичное мероприемство в Огонской области проходит постоянно. Головная задача – научить людей дейничать у любой незвучайной ситуации, якая можа возникнуть подчас таяния снегу и махчимой поводки. Энергонагряд, червоный крыш, газовая служба. По великим рахунку, свой уклад в беспеку сегодня могут укласти усе размещенные у районных службы. В настоящее время ситуация благоприятная, но, тем не менее, наши подразделения готовы к наихуйшим вариантам. Мы выполним все наши задачи, которые возложены государством, не допустим нарушения жизнедеятельности населения. У якой ступени спотребится допомога подразделению Министерства по незвучайных ситуациях, станет ведомо, например, уже на наступном тыдне. Пока же специалисты гидрометцентра ведут штуденную монитору ситуации на водоемах. В настоящее время на реках отмечаются колебания уровня воды от минус 15 до плюс 12 сантиметра. Преобладает спад. Рост уровня воды отмечается лишь в нижнем течении Днепра и в нижнем течении Припяти. На некоторых участках Припяти, а также в некоторых ее притоках, реки очистятся от льда. Вода находится на пойме на Снущи у села Ленин. Олег Синтеров, Йоген Макеинка, Телерадио компания «Гомель».